Скоро зашла речь вот о великом прививании, о Владимира Владимировича, мы должны отметить, что 23 марта, если верить Пескову, игла вонзилась в священную плоть владыки Верхней и Нижней России. Но все произошло очень конспиративно, по-чекистски, в режиме глухой тайны. Судьба исполнителей неизвестна. Вот именно из таких ситуаций потом вырастают всякие мифы о старцах Федорах Кузьмичах, о железной маске, воскрешении Азириса, ослепили исполнителей вакцинации или нет, тоже неизвестно. И сколько игл погнули о железную волю вождя, тоже неизвестно. Вообще эта таинственность не слишком уместна, потому что абсолютно необъяснима. Вот сейчас имидж спутника Ви, он существенно потрепан. И очень нуждался бы в таком вот звездном часе, когда это сделал бы непосредственно Путин. Он потрепан с одной стороны конкурентами, которые продвигают себя и не жалеют спутник Ви. И не забывайте, что эта замечательная вакцина до такой степени разведена слюной восторга всяких Соловьевых, Скобеевых, которые навязчиво впаривают ее человечеству, что с учетом вот этой концентрации, этой хвалебной слюны, прививаться, конечно, страшно. Вообще Путину колоться надо было демонстративно и открыто, потому что уж в чем в чем, а в застенчивости Владимира Владимировича как-то не заподозришь. Он всегда любил посверкать голыми телесами к восторгу провинциальных дур. Он это делал и в лесах, и в полях, и на медосмотрах. Он в компании Шойгу. Да, да, да. Ну вот у этой таинственности есть три объяснения, как я предполагаю, почему это осталось в тайне. Ну, во-первых, может быть с тех пор, когда мы видели его последний раз голым, Владимир Владимирович надел какую-нибудь не слишком приличную татуху и теперь стесняется раздеваться на людях. Это может быть. Вторая, самая правдоподобная версия, что Владимир Владимирович просто боится уколов. Кстати, я об этом подумала, да. А вот демонстрация закушенной губы, бледности, закатанных глаз, она могла бы, в общем, повредить имиджу великого диктатора, героическому имиджу. Ну, тогда объясните мне, почему нельзя было сказать, какой именно вакциной он прививается? Ну, подождите. Почему такая тайна? Ну, тайна тоже, потому что, во-первых, скорее всего, он не любит врать. Песков, я имею в виду. А еще неизвестно, был ли факт привития. Но вообще, почему диктаторы боятся уколов, это многие я посмотрел. Очень многие боялись, но они боялись оправданно. Потому что, например, уколы в зад они получали при помощи большого струганного кола. И это действительно глубокий укол, очень неприятный. Потом еще диктаторов кололи вилами и кололи, например, алибардами. Это тоже были не самые приятные ощущения. Ну, и третья версия, которая наверняка понравится нашим верующим слушателям, что вакцинация была то, что называется непорочной, без пенетрации. Они же там все верующие люди, они даже в зачатие непорочное верят. Вакцинация гораздо-гораздо более деликатная процедура. Причем таинственность не помешала взорваться фейерверком потрясающей и совершенно идиотской лести. Как всегда, очень умный мой любимец Онищенко сравнил таки решение Путина вакцинироваться с поступком Екатерины Великой, которая тоже в свое время... Которая прививала оспу. Да, но вот он плохо знает матчасть Онищенко, потому что это очень сомнительный комплимент. Я не уверен, что у Катюши и у Володи мотивации были похожими. Катя действительно, прививая себе болезнь, делала шаг в абсолютную неизвестность. Так она и Павла привела, насколько я помню. У нее были особенные причины. Павел ее мало беспокоил. Она не пиарила вакцины. Катюша извелась тогда от сексуального воздержания, на которое ее обрекал карантин по оспе. Она стонала, извивалась, чесала. Она жаловалась фрейлинам, что она вынуждена была отказаться от массы приятных случайных половых связей. Перечисляла 45 полковников, генералов, поручиков, которые остались ею неосвоенными. Она очень долго колебалась, трусила прививаться. Но вот здоровая похоть победила. Был вызван английский лекарь Томас Динсдейл. И он ей объяснил популярно, что привитая она сможет трахаться даже с умершими от оспы и не заболеть. И она снова принялась терзаться. И в этот момент, как раз, когда она терзалась, мимо окон прошли 4 гренадера. Незнакомые ей до этой минуты. И она велела немедленно себя вакцинировать. Вы это все сводите к тому, простите, что Владимир Владимировичу очень нужно к выборам все-таки поучаствовать в каких-нибудь массовых мероприятиях. И его прям так распирает необходимость. Об этом, кстати, Песков и сказал. Мы не знаем, вакцинировался он или нет. Но вот тогда, кстати, вакцинация Екатерина сопровождалась салютами, орудийной пальбой, постановкой тематических пьес. Все послы примчались с поздравлениями от того приютского мальчика, от которого взяли оспенный гнойный труп. Если ты знаешь, его возвели в дворянское достоинство, дали фамилию Оспенный, дали дворянское звание, титул и 3000 золотых рублей капитала. Потом был еще один вариант, когда следующая императрица тоже прививалась таким же образом. Но там тоже брали с мальчика образец Гавриолы и там дали фамилию Вакцинов. И в принципе, я вот подумал, что академикам, создателям спутника Ви из Гомолейского центра тоже бы следовало поменять фамилию. Вот Гинсбург мог бы гордо носить фамилию Прививкин, а Борисевич мог бы стать антиковидманом. И это было бы тоже очень красиво и звучало бы здорово. Но вот шоу путинской вакцинации вакцинации все равно не было явлено народу. Почему они не создали этот маленький милый театр? Ничего это не стоило. В конце концов, они, вероятно, просто не знают, что есть такая штука под названием игла Штрайтбергера. Игла Штрайтбергера – это штука, когда при уколе игла уходит в рукоятку или уходит в шприц. Ну, это как театральный кинжал. Совершенно верно, да. То есть, можно было в конце концов разыграть это все. Но это ладно. Игла Штрайтбергера – это штука.